Привет цивилизаторам всех стран и континентов! Меня зовут Лёша Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите очередное видео стратегии игры в игру Цивилизация 5. Какое счастье, что я наконец-то выложил это видео. Ну, не для вас, конечно, для меня. Раньше я думал делать по две стратегии в неделю, но, к сожалению, не так много у меня времени. Это довольно тяжёлая работа, записывать, потом монтировать, озвучивать. Поэтому вот хотя бы раз в неделю. Да, посерединке, видите, маленькое видео крутится. Это видео из моей жизни, точнее, это наше путешествие в Гродно. Если вам интересно посмотреть, жмите на эту маленькую видюшку и перейдёте к самому видео, собственно. Ну и, как всегда, прошу вас подписываться на мой канал, рассказывать своим друзьям о нём. Ведь, собственно, чем больше просмотров, чем больше подписчиков, тем больше мне хочется записывать для вас новые стратегии, потому что я вижу ваш интерес. Итак, сегодня я вам буду рассказывать про стратегию, которую я называю «Четыре традиционных города». Чем-то это напоминает, помните, вот моё второе видео «Четыре египетских гробницы». Теперь это я более общую, что ли, стратегию вам покажу. Вообще вот такую, которая подойдёт для всех цивилизаций, поэтому я специально выбрал Швецию. По моему мнению, одну из самых слабых наций в Аддоне. Специально, чтобы меня потом не обвиняли в том, что я какую-то специализированную стратегию для нации определённой сделал. В прошлом видео про бесконечное расползание городов меня обвиняли, мол, что эта стратегия заточена чисто под Майя, хотя это, конечно, совсем не так. Ну, в общем, поэтому я и беру Швецию, которая вообще, в принципе, к стратегии «Четырёх городов», «Четырёх традиционных городов» никакого отношения не имеет. Просто нация. У неё нет никаких бонусов, помогающих этой стратегии. И покажу, как ею развиваться. Ну, понятно, что на успех, как и во всех остальных стратегиях, влияют и «Соседи», и уровень сложности, и месторасположение. В данном случае я играю на седьмом уровне сложности, «Бессмертный», на карте «Континенты». Ну, просто потому что мне уже надоело на Пангеи постоянно вам показывать. Захотелось, чтобы мне какое-то и море тоже было. Хотя в пятой цивилизации Пангея самая сложная карта. И размер стандартный. То есть у нас восемь государств, я не помню, сколько, шестнадцать городов-государств. Первую технологию, которую мы будем открывать, зависит от того, какие у нас ресурсы роскоши рядом. Как видите, у нас два серебра, поэтому майнинг, добыча руда, без вариантов. Начинаем. Ну и в городе, естественно, разведчика начинаем строить. Приоритет на рост. В общем-то, стандартное начало, ничего необычного. Видите, уже руины нашли. Так что пока мой воин тут обследует руины, о сути стратегии вы, как бы не поверите, но четыре традиционных города означает, что мы будем играть четырьмя городами через институт-традицию. Возможно, кто-то не в курсе, почему именно четырьмя через традицию. Но в самой традиции два института, точнее, один институт и полное принятие традиции дают бесплатно одно здание в четырех городах. Отвлекусь, построен скаут, и мы в столице начинаем строить рабочего, а не как обычно монумент. Монумент мы не строим, потому что мы его бесплатно получим от традиции. Вот, кстати, пришло время принять первый общественный институт, и, понятно, это традиция. Дело в том, что следующее мы берем легализм, который дает четыре бесплатных монумента в четырех наших городах. Причем, в отличие от оригинальной игры... Кстати, обратите внимание, я переключил на продукцию, потому что мне надо быстро построить рабочего. Так вот, в отличие от оригинальной игры, где вы теряли здание, если у вас нету четырех городов, в аддоне, если вы приняете легализм, то эти бесплатные здания потом появятся в процессе того, как вы будете строить города. То есть вы получаете такой очень мощный базис для вашей экономики, аж четыре города, которые вполне неплохо развиваются, причем сразу с двумя зданиями бесплатными, на которые вы не тратили продукцию, не тратили время. Да, как видите, в технологиях после открытия добычи руды я пошел к гончарному делу. Общественные институты традиции дают не только два бесплатных здания в четырех городах, но и очень неплохой рост в этих самых городах. Прибавка к еде очень существенная, и ваши города будут расти как на дрожжах. Но тут возникает проблема счастья, естественно, поэтому вам обязательно нужно очень четко устанавливать ваши города, то есть хотя бы рядом с одним ресурсом роскоши. А если каждый город рядом с ресурсом роскоши будет, это вообще будет замечательно. Вообще это довольно надежная стратегия, быстро поставить еще три города и получить по крайней мере три уникальных предмета роскоши. Два или три, по крайней мере, нужны для торговли. Цель состоит в том, чтобы получить четыре города и три-четыре рабочих так быстро, как это только возможно. Это важно, потому что города будут сосредоточены на строительстве лучников. Ну, сначала для защиты, а потом и для нападения на всех остальных. Вот очередной общественный институт, и мы берем легализм. То есть в первых наших четырех городах будет бесплатно установлено здание культуры. Ну, в нашем случае это будут монументы в любом случае. Может, как-то по-другому кто-нибудь играет. Если помните в моей той стратегии четыре гробницы для Египта, там мы делали все, чтобы мы четыре бесплатных получали именно гробницы. Но, к сожалению, в аддоне гробницы перестали быть культурным зданием, и поэтому больше Египет не настолько крут. Хотя он крут сам по себе. Что-то меня беспокоит, что мы до сих пор ни одну нацию не встретили. Не дай бог мы тут вообще одни на континенте, что будет не фонтан. Ну, вот мы открыли гончарное дело. Дальше вам надо было бы идти к той технологии, с помощью которой вы сможете присоединить второй ресурс роскоши. Но мне, как видите, повезло в кавычках, что у меня только один ресурс роскоши, правда, в двух видах. То есть серебро. У меня второго ресурса роскоши рядом с городом нету. Поэтому я иду к животноводству, чтобы появились коники. И тоже дополнительный ресурс. Ну, а в городе строят святилище. Сразу отмечу, что, к сожалению, я не дошел до религии, не смог ее принять в этой игре. Потому что раньше меня... Ну, тут слишком крутые нации против меня были. Но пантеон я принять смог, и поэтому это все равно неплохое вложение для начала игры. Хотя бы пантеон успеете принять. Это к тому, что, может, святилище вы не захотите строить, но если вы играете за религиозную нацию, то вот прямо сейчас строить святилище вообще в обязательном порядке надо. Как видите, появившийся рабочий первым делом, естественно, присоединяет ресурс роскоши. Серебро. Потому что, ну, счастье тут довольно важно. Тем более в начале у вас будут города очень стремительно расти, и счастья у вас будет не хватать. Ну, вот уже кто-то на 13-м ходу основал пантеон, опередив меня. Так, мы в столице заканчиваем строительство святилища и начинаем строить воина. Ну, мне, благодаря руинам, у меня уже есть лучники, поэтому я строю лучника, но у вас вряд ли они будут, поэтому вы строите воина. Мы не строим амбар, потому что нам сейчас в столице рост не нужен, иначе она вымахает в большой город, а ваши остальные три города останутся маленькими, потому что не будет хватать счастья для роста. Все сожрет столица. Но вы не волнуйтесь, традиция дает столько еды, что вы этот рост быстро наверстаете. Ну, я, как и уже говорил, города у вас будут расти как молнии вообще. Ну, не стесняемся захватывать у городов-государств рабочих своим скаутом. Сразу заключайте мир. Одного-двух рабочих хватит вполне. А нам нужно много рабочих, потому что у вас четыре города, вы просто с одним-двумя рабочим не будете успевать усовершенствование делать. Ну, и, как видите, идем в технологиях к дебильному по-русски названию металлоконструкциям. Констракшн мы идем. Это вообще критическая технология, потому что там арены для счастья и апгрейд для лучников. Как видите, в общественном институте я сейчас принял монархию. Монархию раньше земельной элиты, потому что монархия дает счастье и золото за каждого жителя в столице. Это нам позволит больше продавать ресурсов роскоши и модернизировать больше лучников за деньги. А земельная элита увеличивает рост. А куда нам расти, если у нас не будет счастья? Поэтому только монархия. Вот у нас появился лучник. Теперь надо строить поселенца, но в связи с тем, что у меня один ход остался для дороста города до трех населения, поэтому я на один ход поставлю строительство лучника, а на следующем ходу поменяю производство на поселенца. Вообще после лучника нам уже надо расширять свою империю, строить остальные три города и надо начинать строительство лучников. Лучники вообще важны для нашей империи и воины, потому что ближайшие наши соседи будут ненавидеть нашу нацию, потому что мы довольно агрессивно будем разрастаться и у нас много городов будет. Поэтому обязательно в очень скором времени нападут на нас. А вот и первый наш сосед – Корея. Кстати, не очень удачно это, потому что Корея очень крута в науке. То есть они явно нас будут опережать по технологиям, будут иметь более крутые юниты, то есть с ними будет очень тяжело воевать, а нам придется с ними воевать. Сначала отбиваться, а потом и захватывать их города. Так, ну а в столице как раз после роста, как я и говорил, переключаем на производство и меняем на поселенца. То есть начинаем строить поселенца. Нам еще повезло, ведь мы в руинах еще население нашли, поэтому у нас в городе четыре населения. Будут поселенцы побыстрее строиться. Ну а рабочими, естественно, добавляем все ресурсы – роскошь и нероскошь, и все, что у нас рядышком есть, добавляем к столице. Ну и сразу отмечу, что мы будем играть четырьмя городами. Ну то есть в том плане, что города можно и нужно захватывать, только делать их куклами. То есть у нас будет под нашим началом четыре города, в которых мы и будем там делать производство и так далее. Это очень мощная экономическая стратегия, а все остальное захваченное делайте куклами. Ну или разрушайте, если вы считаете, что город вообще вам не в тему и абсолютно не нужен. Лично я все захваченные города оставляю куклами, потому что они окупят свое содержание и счастьем, и золотом. То есть только надо, чтобы ваша цивилизация практически всегда была в несчастье. Кстати, вот меня спрашивали про войну. Вот обратите внимание, моего желтенького дуболома окружают аж три варвара. Но я не буду его уводить, я оставлю его на месте, потому что один варвар на него точно не нападет, а у двух остальных силы не хватит на то, чтобы его побить. То есть он будет получать только экспу. А вот варвар из поселения, который находится на поселении, нападает в очень редких случаях, только когда полностью уверен в победе. Ну вот, как я и говорил, видите, мой дуболом получил повышение. Там у него пытались что-то докапываться до него гопники-варвары, но вместо того, чтобы умереть, он, видите, получает повышение. Ну, добиваем тут оставшихся нехороших красных людей. Лечить я его не буду, а лучше дам ему какое-нибудь повышение, чтобы у него покруче было. Ну, так как, видите, тут варвары на равнине, то я ему с равниной дам и уничтожаю его. Ну, довел, наконец, украденного у города государства рабочего. О, видите, у меня там снизу варвары, я хотел коровку присоединить, будут мешаться. Ну, а нашим разведчикам продолжаем искать другие цивилизации. Чем больше контактов, тем лучше. Ну, и разведывать территорию для того, чтобы знать, куда наши три города там размещать. Тут, кстати, видите, я вырубаю лес, потому что он не на реке. Напоминаю, что лес на реке я не вырубаю, ставлю там лесопилки. Ну, и вот открылась каменная кладка. С ее помощью мы сможем камень, который у нас, видите, рядом со Стокгольмом, слева присоединить к нашей сети. Ну, в общем-то, все развитие идет путем. Могу еще отметить по технологии. Ага, ну вот мы принимаем это предложение 25 золота за посольство, потому что нам в этой стратегии нужно золото для того, чтобы покупать поселенцев. Вот видите, мы накопили 370 золота и покупаем поселенцы. И следующим ходом у нас будет сразу два поселенца, и мы сможем сразу два города основать. Так вот, по технологии, почему я не начал сразу с животноводства? Потому что у меня не было рядом ресурсов, которые надо присоединять охотой, и поэтому животноводство не было приоритетным. У нас приоритетные в начале технологии, в этой стратегии, это те, которые присоединяют ресурсы роскоши. Ну вот и сейчас я иду к констракшену же. Если бы у вас город был в джунглях, такое бывает, как вы понимаете, то вам пришлось бы еще по дороге работу с бронзой открыть, чтобы можно было вырубать джунгли. А так обойдемся без этого. Вот у нас пришло время основывать пантеон. Я выбрал обряды плодородия плюс 10% к росту городов, потому что вообще традиция дает большую прибавку к росту городов. Ну и плюс еще 10, почему бы и нет, собственно. В это время в столице мы купили поселенца, и поселенец достроился. Дальше мы в столице строим двух подряд лучников. Нам надо увеличивать нашу армию, чтобы не быть застатыми врасплох другими цивилизациями. Ну и варвары, видите, вокруг нас тут ходят. Ну и переключаемся, конечно же, на рост города, на еду фокус ставим, потому что, во-первых, и счастья у нас дофига на данный момент. И на производстве у нас голод происходит. Надо присоединять ресурсы, строить фермы, занимаемся развитием городов. Вот тут у нас проблема, видите, я построил, сделал двух поселенцев, а везти-то их некуда, потому что вокруг варвары, и проблемка у меня тут появилась. Поэтому несколько ходов они покукуют рядом с городом, потому что терять поселенцев ни в коем случае не стоит. Отдавать их варварам. Надо их как-то сберечь. Ну вот одного я точно поведу, вот видите, справа соль находится, и там же еще одно серебро. Вот в ту сторону поведу, а другого вниз карты. Тоже, чтобы не дать к нам развиваться корейцам. Чтобы корейцы в нашу сторону не строили города. Еще раз возвращаюсь к традиции. С помощью традиции ваши города будут расти очень быстро. Быстрое производство, золото и наука сделают вашу цивилизацию, считайте, экономическим локомотивом. Эта стратегия направлена на получение роскоши так быстро, как только возможно, и использование ее для финансирования вашего расширения. Ну, собственно, что вы сейчас видите на своем экране, то есть у меня счастья достаточно, два поселенца есть, чтобы строить город, но, видите, меня окружают варвары. И, блин, даже приходится сейчас рабочего убирать, не дают мне достроить здесь каменоломню. Не хватило силы у лучника добить этого вражеского лучника. Поэтому, блин, все очень опасно окружает. Мне приходится с варварами бороться, а не с другими цивилизациями. Ну, собственно, сейчас достроится лучник в столице и станет намного полегче. А когда еще и третий лучник построится, то проблем с варварами не будет вообще. Мы еще и будем получать очки влияния для городов-государства. От них бонусы получим. Ну, вы сами понимаете, что везде, в каждой игре старт может быть разный. Вот мне повезло с картой, то есть довольно приличная карта, на которой я смогу развернуться. И четыре города есть куда поставить. Но зато вот такие бешеные варвары, которые окружают меня со всех сторон, с ними приходится считаться. Ну, как видите, очередной общественный институт принимаем. На этот раз это все-таки земледельческая элита, которая дает огромный бонус к росту городов в столице, да, там, ну и вообще. Здесь мы, наконец, разобрались с этим лучником, который нам мешался. И под защитой дуболомов поведем нашего сеттлера к намеченному месту города. И здесь будем уничтожать ненужных дуболомов. Ну, а здесь в столице мы построили лучника, строим второго лучника. Все по плану. Здесь, расчистив территорию от варваров, продолжаем улучшать земли вокруг столицы. Ну, вернусь к тому, что мы вот покупали поселенца, так что, если вы будете играть, сохраняйте деньги именно для покупки поселенца. Было бы замечательно и третьего поселенца тоже купить, но если не будет хватать денег, то придется его строить. А так, конечно, чем быстрее вы получите поселенцев, чем быстрее вы построите все четыре города, которые нужны для этой стратегии, тем больше у вас будет экономический рост. Да что я говорю, почему только экономический? Военный тоже, потому что мы во всех наших городах в первую очередь будем строить лучников. То есть все те же... О, это называется, как я удачно зашел. Блин, слушайте, ну вообще обложили со всех сторон. Так, надо возвращаться. Я боюсь, что моего дуболова в следующем ходе могут убить. Ну, вот этих мы уничтожаем сейчас лучниками, с этими пакеда. Поселенцам придется на месте пока постоять, и дуболомом возвращаемся обратно. Вообще, по-хорошему, следующим ходом, конечно, вот лучник этот варварский может подвинуться на одну клетку и застрелить моего дуболома. Что очень даже не фонтан будет. Как бы терять юнитов вообще в любой стратегии крайне не рекомендуется в самом начале игры. Ну а поселенцами... Так, этого мы вниз поведем. Хотя ладно, пускай поселенцы на месте стоят. Ну, вы знаете, меня немножко смущает, что мы не находим больше никаких наций. Похоже, нам в кавычках повезло оказаться на одном континенте всего с одной нацией, причем с Кореей. Ну, о которой я говорил, что она очень сильно будет научно развиваться. То есть, чем плохо оказаться всего с одной нацией? Только мы... Потому что мы только с одной нацией сможем взаимодействовать. Только им продавать там что-то, соответственно, или покупать. А так как, собственно, в ближайшем будущем мы с ней воевать будем, то наличие всего одной нации под боком ставит нас в довольно жесткие рамки. И нам придется, ну, немножко замедлить наше это развитие. Ну, с другой стороны, трудности только делают игру интереснее, и выходить из них тоже будет интересно. Вот видите, на вас варвары щемят. Потом придется скорее далеко продвинувшиеся вперед разбираться. Значит, почему плохо, что мы другие нации не встречаем? Нам надо покупать поселенцев. А это, естественно, стоит денег. Вот на быстрой скорости 370, на стандартные 500 золота. В общем-то, чем больше золота и производство ранее из новых городов, тем лучше. Вот мы в столице очередного лучника достроили и ставим на водяную мельницу. Это потому что мы на реке стоим. Не было бы реки, конечно, амбар бы строили. Так вот, чтобы купить поселенца, нужны деньги. А деньги мы получаем из того, что будем продавать ресурсы нашим соседям другим государствам. То есть это когда мы против компьютера играем. И, соответственно, раз у нас только один сосед, то мы не можем ему много чего продать. У него просто нет столько денег. И вот мы бедствуем, мягко говоря, вот в данный момент. Не можем быстрее развиться, чем обычно. Но ничего, зато я как бы вам покажу стратегию, которую можно в онлайне применять. Если же вы играете против компьютера и встретили уже несколько своих соседей, то продавайте им ресурсы счастья. Напомню, на стандарте они, по-моему, 240 золотых должны за один ресурс давать. Вот, кстати, видите, получилось кто самый развитый по технологиям. И вот Корея уже на первом месте опережает нас на 4 технологии. Так вот, продавайте даже не дублирующие ресурсы роскоши в начале игры, потому что в начале вам не так будет критически важно счастье. Да и в минусы у нас пока не будет уходить. Зато через несколько ходов вы все равно... О, через несколько, через 30 ходов вы получите этот люкс обратно, когда вам он уже будет нужен. А может и не будет нужен, то вы сможете его через 30 ходов опять перепродать и еще получить денег. И за эти деньги будете покупать поселенцев, собственно. Ну вот, видите, я уже подвел одного из поселенцев к месту закладки города. Слава богу, там варваров не было. Я его на свой страх и риск туда повел вообще без защиты. Зато здесь я с варварами разбираюсь потихоньку. Так вот, повторюсь, для закрепления идея заключается в том, что вы продаете ресурсы роскоши другим государствам для того, чтобы как можно быстрее покупать поселенцев и строить свою империю. То есть, по идее, вы одного поселенца только должны построить в столице, а двух купить к этому моменту. А остальные деньги вы потратите на покупку еще одного рабочего и на апгрейд лучников в дальнейшем. Как видите, у меня такой халявы вот в этой игре не получилось, но зато покажу, как в сложных условиях играть. Почему нет? Ну, вот я довел поселенца до места, где я буду основывать город уже на следующем ходу. Вот здесь будет третий, или второй уже получается город, а третий вот там, где соль. Да, ну и по поводу рабочих я опять же повторяюсь. Я говорил до этого, что стоило воровать у города-государства, несмотря на такие маленькие дипломатические проблемки. Оно того стоит, потому что дает вашей империи толчок к развитию. О, мое бравое войско славненько разжирело на битвах с варварами. Видите, уже и лучники, и дуболомы продвигаются, пока мы тут с ними разбираем. Ну вот, захватываем лагерь, и на этом месте как раз лагерь, и будет у нас город. Заодно 16 рубликов заработали. Рабочего отправляем сюда же, будет следующим ходом начнет соль присоединять к нашей сети. Так, остановлюсь на очереди строительства в городах. Ну, собственно, главная столица, как вы уже видели, очередь такая. Скаут, рабочий, святилище, воин или лучник, как в моем случае, поселенец, и потом два лучника. В городах, которые вот сейчас, три города вы основываете, вы строите во втором городе лучник, лучник, в третьем городе лучник, святилище, и в четвертом городе лучник, святилище. Но, опять же, следите за тем, сможете ли вы получить религию. Дело в том, что я вот в этой игре ступил, я построил, вот как я вам сейчас говорю, лучник, святилище, лучник, святилище в третьем, четвертом городе. Но я не успел до религии, и, в принципе, это было понятно до того, как я начал строить святилище. Кстати, обратите внимание, вот основанный город, и тут уже у нас даром имеется монумент, который мы получили от принятия легализма. Так, надо еще, вот хорошее место для четвертого города. Вот четвертый город, если сюда не придут корейцы и не основывают, то четвертый город у меня будет здесь, потому что сахар и еще и до алмазов могу добраться. Хорошее место. Когда мы закончим ветку традиций, у нас там еще и даром акведук появится. Так вот, я понимал, что уже не получу религию, о чем-то я не знаю, задумался, не знаю, что произошло. Но, в общем, в моем случае святилище уже в следующих городах можно было и не строить. Хотя, с другой стороны, например, корейцы на меня, я уже как бы в будущее забегаю, на меня распространили свою религию, а у них в религии можно было, по-моему, соборы строить. Так что я в своих городах спокойно за счет получения этой веры построил соборы. Но, с другой стороны, больше-то ни на что ее тратить нельзя было. Так что смотрите по ситуации, следите за появлением религии. Ну вот у меня уже, наконец-то, империя ушла в несчастье, поэтому переключаем везде приоритет на производство и добавляем в очередь святилище. Как я сейчас говорил, что не самый лучший выбор был с моей стороны. Подытожу все сказанное по поводу религии. Значит, на божестве полезно получить пантеон от вашей первой святыни в столице. Но получить религию будет гораздо сложнее. Поэтому не строите святилище в других городах, если чувствуете, что будет невозможно получить религию. Но ранние религиозные союзники города-государства могут изменить ваше мнение. Некоторым цивилизациям вообще хорошо подходят религии. То есть те же эфиопы, майя, кельты. Понятно, что для них святилище по-любому устроите, потому что они религию получат в любом случае. Но есть еще там несколько хороших кандидатов. Вот смотрите, я в столице забыл переключить приоритет на производство. Но переключаю не на производство, а на золото. Потому что все равно мне хватит ходов для строительства водяной мельницы, а зато побольше золота будет. Несчастных варваров я тут окружил, бью их. Так что вот в этих городах своих остальных, вместо того, чтобы после лучника строить святилище, надо было мне строить еще лучников. То есть у вас было бы уже сколько, еще шесть, уже девять лучников было бы. Это, ну, в онлайне, например, вы бы отбили любую атаку. Ну вот я строю своего четвертого поселенца, последнего, который мне нужен. Да вы отбили бы атаку с шестью лучниками на самом деле. Тем более, что вот сейчас вы откроете металлоконструкт, констракшн, констракшн буду это называть. У меня в комментариях люди любят писать, что вот, зачем ты так развиваешься, я бы уже пришел к тебе кониками и уже всех тебя бы разбомбил. В общем, при такой стратегии на 38-м ходу у меня три лучника и через пять ходов... То есть обычно рыцари появляются на 45-м, 50-м ходу, точнее как появляются. Их можно строить. А солидная армия хотя бы из трех рыцарей, естественно, будет намного позже. Плюс еще, когда он к вам дойдет. То есть... Так, давайте сначала вернемся к нашим технологиям. Ну, дальше, после открытия констракшн, открываем письменность. Ну, можно... То есть вы смотрите по тем ресурсам, которые у вас рядом. Видите, я решил открывать календарь, потому что у меня рядом ресурс, для которого... Рядом с моими следующими городами ресурсы, которые требуют календаря для присоединения. Но потом мы пойдем к письменности. Так вот, у вас будет армия, чтобы отбиться. А у того человека, который пошел на рыцарей, у него экономика будет хуже. То есть он, потеряв своих рыцарей, не сможет восстановиться. В отличие от вас, у которого уже будет четыре крутых города. И, ну, впереди светлое будущее. Естественно, все это не относится к цивилизациям, у которых раш... Происходит быстрый раш ранними юнитами. То есть если у вас в соседях находятся ацтеки, то будьте готовы, что они очень скоро придут к вам ягуарами. И тогда, возможно, вот эта стратегия четырех городов не очень-то вам поможет. И поэтому я уже который раз говорю, постоянно говорю в своих видео, что очень важна ранняя разведка. Если против компьютера это еще может пройти, то против онлайн-соперников вы никогда не можете сесть, играть партию, заранее выбрав для себя какую-то стратегию поведения. Вам, ну, блин, если вот вы сядете играть, решите, что будете играть четырьмя традиционными городами, а у вас в соседях окажутся с одной стороны ацтеки, а с другой, предположим, майя, причем за которых будут играть игроки, любящие агрессивный стиль нападений, будут играть через один город, то все вам точно хана, они первым делом придут к вам, потому что у вас будет четыре города, уже довольно развитых, а их стратегия будет заключаться в том, что они будут захватывать марионетки, понимаете? И поэтому они придут к вам, потому что у вас есть города, которые им нужно захватить, через которые идет их стратегия. Ну вот у меня плюс по счастью, поэтому я быстренько все города в рост переключил. И возвращаясь к разведке, поэтому вам надо лазить по карте, быстренько выискивать, где находятся ваши соперники, какие у них нации, что они собираются делать, какие ресурсы они присоединяют, и так далее, и так далее. Вам постоянно надо знать о ваших соперниках все. Если против компьютера вот на высоком уровне сложности это не так важно, потому что у него просто тупо всего больше, у него там больше прирост золота, потому что, ну, читер, компьютер-читер на высоких уровнях сложности, и он читер, у него слишком большие бонусы в игре, то в игре против живого соперника вы в абсолютно равных условиях. Абсолютно равные. В этом и интерес онлайн-игры. Вы соревнуетесь мозгом. Соревнования интеллектов. Поэтому возрастает роль разведки, ведь компьютер на самом деле знает, где вы находитесь. Это так. Видимость, что он там что-то разведывает. Вот, кстати, уже апгрейдю своих лучников, лучников с композитными луками. Увеличиваем боевую мощь борьбы со всякими супостатами. Ну, в данном случае варварами, конечно. Я передвигаю лучника на место своего предполагаемого четвертого города, чтобы быть в курсе, не собираются ли там корейцы какой-нибудь город основать. Кстати, обратите внимание, что я даже еще не знаю, где они находятся. Что тоже, конечно, не очень хорошо. Точнее, я знаю, что они внизу карты, но точных местоположений их городов и на что они там рассчитывают. Значит, в столице строим пока каменную мастерскую, но это мне повезло просто, что рядом камень. Так бы я поставил амбар строиться. И здесь переводим лучников вверх. Там, видите, у нас варваров опять много стало. И плюс к тому Алмата даст награду за уничтожение варварского поселения. Ну, а поселенца ведем вот сюда, потому что здесь сахар и алмазы. Сразу два ресурса смогу присоединить. Ну, а в технологиях, естественно, исследую письменность, потому что дальше мы во всех своих городах будем строить библиотеки. И здесь я вообще так смотрю, такое некислое место для четвертого города в плане производства. Только надо будет все болота поудалять, то есть много рабочими поработать, а так там будет крутой производственный город. Вот опять забыл в столице переключить на еду. Нет, пока оставим на производстве. Потому что каменная мастерская дает счастье, оно нам нужно для увеличения городов. Ну вот идем вниз, наконец, выяснять, где там корейцы, далеко ли до них. Потому что их тут вот тоже бродит рядышком. О, варваров уже копейщики появились. Ну вот, отодвигаем лучника сюда, на его место поставим второго, чтобы застрелить. Ага, опа, видите, нам холмы мешают. Ну, невнимателен я. Я обратил внимание, что тут холм, через который стрелять. Ничего, закончим дело дуболомом. Неважно. Так, присоединяем конников, потом коровку здесь внизу, которая говорит Му. Все вроде идет путем. От варваров мы тут избавились. Во, сектона растет. Ну вот смотрите, я сейчас все свои города поставил на рост, потому что у меня нету рядом никаких соперников, которые могли бы мне угрожать. Если бы было бы начать, если бы вы думали, что скоро кто-то на вас может напасть, то ставили на производство и быстренько доделывали бы лучников в городах. Понятно, да? Ну и вообще, это уже хорошее время как-то завоевывать расположение городов-государств, тем более, что, например, у Швеции уникальный бонус, как бы на городах-государствах несколько завязан. О, это вот мы продавали серебро Кореи, но теперь мы уже, конечно, не будем ничего продавать, обойдется. А было бы больше, цивилизации больше бы денег подняли. Ну вот открыли письменность, это значит, что мы дальше во всех городах будем строить библиотеки и принимаем очередную традиционную политику, общественный институт. В данном случае аристократию, потому что она нам больше может бонусов привести, правда, пока ничего не будет приносить, потому что мы не строим никаких чудес света, а олигархия просто нам на данном этапе игры никаких бонусов не приносит. Мы не держим войска в городах и, тем более, не обороняемся пока ими. Исследования. Сначала мы откроем охоту, потому что здесь есть цирк, который бесплатно нам будет добавлять счастье, если рядом с городом есть лошади или слоны. Ну а потом пойдем к железу. Как видите, в столице я уже начинаю строительство библиотеки. Так, у меня там бонусное производство, все остальные города, по-моему... А, вот и границы Кореи. Наконец-то мы до нее добрались. Ну, в принципе, недалеко от моего четвертого города. Возможно, будет оттуда удобно атаковать. Рабочего переводим на мрамор, потому что ресурс роскоши нам важнее, чем все остальное. Потому что они приносят нам счастье. А с большими городами счастье нам... С большим количеством городов счастье нам нужно. О, кстати, это Сеул, это их столица сразу. Это, конечно, вопрос. Потому что боюсь, что атаковать столицу будет несколько муторно. В общем, надо будет еще подумать, куда отправлять наши войска. Так вот, я там начинал говорить, что надо выполнять уже, начинать задание от городов-государств. У вас есть все силы. Тем более, вот мне сейчас Алмата, например, дала задание как раз разобраться вот с этим поселением варваров. Вот я его сейчас захватываю. И вот лагерь очищен по просьбе Алматы. У меня выросло влияние. И я стал другом. Жалко, что, конечно, не союзникам, но это тоже неплохо. Алмата мне, может, даже несколько юнитов выдаст. Потому что это воинский город, воинственный, который дает бесплатно юниты. С другой стороны, вот в нашей этой стратегии было бы неплохо либо торговый, либо морской город вдохновить на дружбу. Но что есть, то есть. Будем довольствоваться хоть этим. Так, дальше тут уже исследуем территорию. Вроде больше никаких фарваров жалко нету. Так бы могли еще пару городов-государств склонить к дружбе. Так, здесь строим мрамор. Вот открываем охоту очень быстро. Вот, кстати, видите, у меня выше производство, чем у Кореи, что неплохо. То есть показывает, что у нас развитие движется в нужном направлении. О, он тут вот походу Тегу у нас будет первым городом для атаки, когда я тут разовью свою армию. Ну вот, мы открыли охоту и дальше идем к железу. Заодно обработку бронза откроем. А в столице после библиотеки будем строить амбар, чтобы она у нас быстрее развивалась. После железа пойдем к философии, потому что как раз к этому моменту, я думаю, во всех городах у нас будут библиотеки построены. Тогда мы построим в столице национальный колледж. И после философии металлкастинг. Как-то обработка, литье, литье по-русски, чтобы строить мастерские и увеличить производство в наших городах. Вот наш четвертый город. Наконец-то мы дошли до финиша нашей стратегии, финиша в плане строительства городов. И основываем наш четвертый город. Бирка. Бирка основана в очень хорошем месте. Я ее не поставил на холме, что было бы выгоднее, потому что на холме и рядом с рекой мы могли бы строить и водяную мельницу, и мельницу просто обычную. Не поставил я там на холме, потому что это было далеко от алмазов. А нам важно присоединить как можно больше ресурсов роскоши, как можно быстрее. Вот тут, видите, бирка стоит на сахаре и со временем дотянется еще и до алмазов. А, вот, я понял, почему я продолжал строить святилища в городах. Видите, я посмотрел, что у Кореи нету религии. Потом посмотрел, что вообще никаких религий еще не принято нигде. И решил, что я вполне могу успеть основать свою собственную религию. Поэтому во всех городах, видите, у меня стоит в очереди постройка святилища после лучников. Ну, как я вам уже говорил, я тут ошибся. К сожалению, я не успею основать свою собственную религию. Ну, вот, после основания четвертого города у меня счастье ушло в минус, поэтому я везде переключаю на производство. В одном городе на золото, потому что все равно один ход до строительства мечника. Ну, тут что-то Корея возмущается, что мы ее земли захватываем. Пусть утрется. Кто первый, того и земля. Обойдется. Слишком, что сам там не поставил усиленца? Твои проблемы, все. Ну, как видите, разобравшись с варварами, я начинаю стягивать свои краснознаменные... Почему краснознаменные? Желто-синие войска в сторону Кореи. Потому что следующая наша цель – это Корея, захват ее городов. Тем более, как я понимаю, мы с ней одни на континенте, и нам по-любому с ней придется устраивать разборки. Либо она к ней придет, либо я к ней. А лучшая защита – это нападение, поэтому будем разбираться скорее. Но понятно, что одних лучников будет недостаточно, как бы их не было много. Мне нужны юниты, которыми захватывать города. Так как у меня всего один дуболом на данный момент, да и вообще это не очень сильный юнит, мне его надо еще проапгрейдить в мечника, да и одного мало будет, надо еще несколько. Вот, кстати, в Стокгольме я сейчас строю цирк, а не арену, потому что цирк бесплатный в содержании. Поэтому сначала цирк, а потом уже, если не будет хватать счастья, то и арену построим. Ну так вот, нужно будет еще построить мечника, еще, наверное, даже и дуболомы, еще до открытия железа. И хотя бы пару катапульт, потому что просто мечниками сложно захватывать города. Даже дело не в том, что они слабо стреляют, а то, что их нужно довольно много, и сложно их разместить вокруг города, то есть придется терять юниты. А этого не хотелось бы. И в этом плане катапульты очень действенны. Это опять же к вопросу, вот мне в комментариях просили рассказать, как правильно вести войны. Вообще такой вопрос интересный. Тут, ну как, ну что значит, как правильно? Ну, аккуратно надо вести, чтобы внимательно, логистически понимать, куда ставить ваши войска, чтобы их не разгромили очень быстро, ну и так далее. Ну вот я присоединил мрамор к своей сети, поэтому у меня сейчас стало плюс пять счастья, и все города у меня резко переключаются на производство еды, и чтобы быстренько расти, и становиться жирнее и жирнее, и потом давать больше бонусов. Кстати, обратите внимание, мне тут от Алматы перепали копейщики. Ну, тоже неплохой вариант. В таком случае это сильнейший рукопашный юнит на данный момент у меня. Вообще идет 53-й ход, это если на стандартной скорости, то 80-й ход. Вот у меня шесть лучников с композитным луком, один дуболом, один копейщик, четыре города с прекрасным будущим в развитии экономики, с ресурсами, то есть все просто очень радужно впереди. Осталось только повоевать хорошенько. Ну, в общем-то, план такой. Уже стягиваем лучников к городу корейцев. Тегу я выбрал первой целью, потому что апгрейд лучников до арбалетчиков еще очень нескоро будет, поэтому их нет смысла держать на нашей территории. А вот дуболомов мы скоро апгрейдим в мечников, но пока они дойдут до корейцев, они пройдут через наши ближние к корейцам города, там я их проапгрейджу, собственно, в мечников, и уже мечниками пойду на корейцев. Это я вот сейчас смотрю, какие задания у городов-государства можно было бы выполнить, чтобы сделать их союзниками. Ну, в общем, в городах я строю библиотеки, и обычно, если есть вариант открыть религию, заканчиваю святилище, если нет, то амбары строю, зернохранилище. Если идет война, вдруг вы тут уже, там как-то у вас щемят другие цивилизации, то я покупаю несколько юнитов, чтобы побыстрее. Видите, у меня вот 180 золота сейчас есть, и вполне можно было бы потратить. Ну, и иду... Собственно, что я строю библиотеки по-быстрому, не только, чтобы науку поднять, но и национальный колледж, чтобы быстрее начать строить в столице. Но вообще, вот идем сейчас к железу, чтобы вообще увидеть, будут ли у нас... Будет ли у нас железо. Но, честно говоря, при стратегии игры через 4 города это надо быть очень невезучим, чтобы у вас на территории не было никакого железа. Ну, точнее, оно может и не быть у вас на территории, но рядом с вашей территорией. То есть вы сможете купить клетку и добавить железо к своей сети. То есть такого, чтобы при игре в 4 города, когда у вас такая большая территория и не было нигде рядом железа, ну, это просто такой анлак. Я такого ни разу не видел. Вот сколько играл, чтобы такое было, нет. Ну, в общем, тут я уже решил объявить войну Корее, потому что у них очень удачно расположились войска под моими лучниками, и я смогу большую часть его войска просто уничтожить. Города уже захватить потом. Вот, как бы, копейщика уже нету. Пакеда. Сейчас я подведу остальные свои силы. Ну, вообще, конечно, очень хочется попробовать Сеул захватить, столицу Кореи, но я очень сомневаюсь, что на таком уровне сложности компьютер позволит вот так запросто это сделать. Так, ну вот открылось железо. Давайте посмотрим, есть ли она на нашей территории. Так как иконок вот не выплыло справа, значит, прямо на территории их нету. Давайте посмотрим рядом. А вот рядом, видите, слева от Стокгольма есть железо. И сколько его? Два. Ну, все это, в общем, не фонтан, конечно. Очень мало железа, две штуки, и не сразу на нашей территории, то есть добавлять придется, но хоть что-то. То есть, видите, у меня опять получилась тяжелая ситуация, из которой надо будет выходить, что интересно. Вместо философии я решил сейчас исследовать литье, потому что вижу, что у меня в городах еще не построены библиотеки. Ну, то есть, не будут еще построены библиотеки для национального колледжа. И как бы бессмысленно сейчас открывать философию, когда вот я могу открыть математику и построить еще катапульты, и как бы идти к мастерской вообще, которая дает прибавку к производству. А в случае войны, как бы так, производство-то важнее. Вообще, обратите внимание, что я сейчас воюю с цивилизацией, которая находится на первом месте в рейтинге, и от которой я отстаю почти на 100 очков. Просто многие мои комментаторы в комментариях пишут, вот, я отстаю по развитию, я всегда в конце. Вы на тяжелых уровнях сложности в любом случае будете всегда в начале, точно в конце. Дай бог, если к середине хоть как-то выправитесь. И на это обращать внимание особо не стоит. Я совершенно без вопросов, видите, атакую цивилизацию, которая меня типа опережает в развитии по очкам. Не бойтесь этого. Вы следуйте своей стратегии, и все придет. Ну, еще отмечу, что после окончания строительства амбаров, то есть вы строите библиотеки, потом амбары и дополнительных подразделений, если вам нужно для войны, начинайте строить мастерские. Вот как раз мы к летию и идем. Открыв всю ветку традиций, ваши города будут расти со скоростью молнии, о чем я и говорил, и строить все быстрее. Вообще, я думаю, стоит прекратить вот такое подробное описание игры. Сейчас мы прыгнем немножко вперед и покажу окончание. Собственно, что четыре наших города становятся полностью традиционными. Мы принимаем всю традицию, получаем бесплатных четыре акведука в наших четырех городах и плюс 15% бонуса к росту. Вот давайте я принял традицию, зайдем в любой наш город. И, как видите, монумент даром и акведук даром. Вот в этом и заключается четыре традиционных города в пятой цивилизации. Эта стратегия подходит для игры за любую цивилизацию. Вот что я показал на примере Швеции, которая, в принципе, как цивилизация, мне не очень нравится по своим характеристикам. Отмечу только еще по поводу юнитов. Вот на уровне императора или ниже вы можете пойти на открытие философии до открытия construction, металлостроений. Потому что лучники будут достаточными для обороны. Три-четыре лучника. На бессмертном уровне, вот как я играю, или ниже, необходимо как минимум четыре композитных уже лучника для обеспечения хорошей защиты от одной цивилизации. Ну и на божестве как минимум строите шесть-семь лучников. Ну и чтобы показать, что эта стратегия действительно для хорошего развития, что я могу соперничать с Кореей, я так ретроспективно покажу, как я захватывал, собственно, всю Корею. Я построил три катапульты, проапгрейдил своих дуболомов в мечников, постепенно их подвел к городу Тегу, и Тегу стал моим первым захваченным городом. Вот вы можете видеть по очкам, что я уже отстаю аж на сто, ну почти на сто тридцать очков. Однако это мне не мешает захватывать города у корейцев. Вот вы видите приблизительное расположение юнитов для захвата. Вообще я рекомендую в первую очередь захватывать тот город, который удобно захватывать. То есть вы посмотрите подходы к нему, где вы будете располагать юниты, и заранее это все продумываете, и постепенно воплощаете идею захвата в жизнь. Через десять ходов приходит пора следующего города, Чен-Джу, да, Чен-Джу. Вот теперь захватываю и его. К Пусану я подбирался всего пять ходов. Кстати, обратите внимание, вот как раз мне тут не хватило религию открыть. То есть религия, не религия, а великий пророк при ста тридцати четырех очках веры появлялся, а у меня сто двадцать шесть было. То есть мне буквально трех ходов не хватило, чтобы основать религию. Ну, что ж, жаль, конечно, траты ресурсов на это, но что поделать. Вот захват Пусановы. Ну, я все захваченные корейские города делаю марионетками, сателлитами, как переведено на русский язык. Сеул был захвачен на девяносто втором ходу. Вот, кстати, я решил пойти по ветке меценатства, потому что вроде как шведы там какие-то бонусы имеют от городов-государств, когда им дают великих людей. Правда, какая-то странная, конечно. уникальная способность шведов. Ну, что есть, то есть. И вот моя закаленная в боях армия уже окружила столицу Кореи. Как видите, мои лучники уже апгрейджены варбалетчиков, то есть прям рвут и мечут все вокруг, любое. И Сеул, столица Кореи, аннексирована. Извините, не аннексирована, а создан сателлит шведов. Как вы помните, всего несколько ходов назад Корея была на первом месте по всем параметрам, но под моим мудрым и чутким руководством, благодаря стратегии четырех традиционных городов, государство Кореи практически пало. Там остался еще один город, но скоро и его мы завоюем. Как я и говорил, мы на континенте с Кореей оказались вдвоем. Вот я уже встретил Бисмарка, вот он там правее на карте, но он на своем собственном континенте, это я вам рассказываю, что дальше. Я эту игру еще не доиграл, ну, то есть я как бы не вижу здесь проблем с победой. Как видите, развитие идет замечательно. Ну, просто нету времени, вы уж извините. Доигрывать с игрой это все очень много времени отнимает. Я решил, что лучше это потратить на то, чтобы смонтировать это видео и выложить. Так что на этом, в принципе, все. Меня зовут Леша Халецкий, вы на канале Леша Играет. Пожалуйста, подписывайтесь, рассказывайте о моих видео своим друзьям. Ну и до следующих стратегий. Как всегда, я люблю любые комментарии и критику. Оставляйте их. Я с удовольствием читаю, и мои постоянные зрители и комментаторы знают, что я на них все обязательно отвечаю. Ну, на этом, пожалуй, уже и все. Удачи вам и играйте в цивилизацию.